Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале sporttime.kz и сегодня мы поговорим о Костанайском Таболе. Немножко затронем историю и поговорим, какой будет состав на следующий сезон и чего ждать болельщикам Костанайского клуба. Футбольный клуб Табол является пятикратным вице-чемпионом страны, четырехкратным бронзовым призером, ну и конечно же чемпионом Казахстана 2010 года. Ну а самое главное, Костанайский клуб является первым в стране, чье выступление произвело фурор на европейской арене. Табол в 2007 году стал одним из обладателей Кубка Интертота. Конечно, в последние десятилетия результаты явно оставляют желать лучшего, но последние два сезона внушают оптимизма. Например, в прошлом сезоне Табол впервые с 2008 года стал вице-чемпионом страны. Ну а теперь давайте поговорим о составе на следующий сезон. На момент записи данного видео на предсезонные сборы в Турцию отправился следующий состав. Давайте начнем по порядку. Начнем с вратарской позиции. На данный момент в составе имеется три вратаря. Основными является Александр Мокин, который выбил себе место в основном составе по ходу прошлого сезона ввиду неубедительной игры Игоря Шацкого против Кайсара в шестом туре. Конечно, данная позиция нуждается в усилении, потому что Александр Мокин достаточно возрастной голкипер. Но если усиление не произойдет, то можно уверенно говорить, что по ходу следующего сезона свой шанс получит любимец публики Султан Бусурманов. Также в обойме имеется молодой Егор Цупряков. В защитной линии все более-менее понятно. Основной костяк сохранен. Ерланов, Малый, Оманович, Мирошниченко и Абельгазе в обойме. Плюс к команде присоединился Марочкин. Но опять же, для борьбы за чемпионство и успешного выступления в Еврокубках позиции нуждаются в усилении, потому что в случае травм одного из ведущих защитников заменить его просто будет некем. В полузащите и нападении дела обстоят куда хуже. В минувшее межсезонье команду покинули Конкава, Квиквискири, Сибаи, Аветисян и Муртазаев. Если уход Сибаи и Муртазаева можно как-то оправдать, все-таки за минувший сезон у них всего лишь на двоих 4 гола в премьер-лиге. Скажем честно, не самый лучший результат для игроков атакующего плана. То уход грузинского дуэта явная потеря для Тобола. Посудите сами. За последние два сезона Конкава и Квиквискири на двоих сыграли 83 матча в премьер-лиге. Они практически незаменимы для Костанайского клуба. И их выступление вызывает меньше всего нареканий. Даже когда Тобол проваливался в Еврокубке против Жейнаса и Пуника, меньше всего нареканий было именно к этим игрокам. И пока на их позицию приобрели только Тахабергена. Да, Тахаберген неплохой игрок, но сможет ли он заменить их? Опять же, большой вопрос. Кроме Тахабергена, пока в команду не был куплен ни один человек, который мог бы усилить команду здесь и сейчас. На сборы в Турцию на позицию Конкавы и Квиквискири в основном отправился молодняк. А после ухода Сибаи и Муртазаева в Тоболе только один чистый форвард. Это Умертаев. Резюмируя, все вышесказано. По вратарской и защитным линиям все более-менее понятно. Да, сюда нужны трансферы для усиления глубины состава. А полузащита и нападения срочно нуждаются в усилениях здесь и сейчас. Нужно покупать готовых игроков без потери качества ушедших. Да, сейчас уже можно сказать, кто будет в следующем сезоне играть в основе Тобола в полузащите и нападении. Да, есть Манзора, Мужиков, Нургалиев, Фансека, тот же Умертаев. Но опять же, этого мало, потому что, во-первых, отсутствует глубина состава и центр поля после ухода Конкава и Крисвискири срочно нуждается в усилении. А теперь давайте поговорим о том, чего ждать болельщикам от выступления Костанайцев в следующем году в чемпионате и в Еврокубках. В своих предыдущих блоках я был несколько пессимистичен и кажется, что Тоболу явно не светит борьба за чемпионство и за Еврокубковые места. Но погодите, следующий сезон в КПЛ будет очень интересен. Почти все команды Премьер Лиги испытывают проблемы с формированием состава, с финансированием. Здесь можно отметить только стабильный футбольный клуб Хайрат. Поэтому, я думаю, в чемпионате Тобол будет бороться за медали и за Еврокубковые места. И я объясню, почему. Я специально не упоминал это в формировании состава. На данный момент Тобол возглавляет Григорий Бабаян, один из лучших тренеров в КПЛ. И если не случится ничего экстраординарного и Бабаян будет руководить командой по ходу сезона, у Тобола велики шансы попасть в призеры чемпионата. Теперь давайте поговорим о Еврокубках. Тобол будет выступать в Лиге конференции. Этот турнир проводится впервые и делать какие-то прогнозы, наверное, глупо. Можно только лишь сказать, что команды, которые выступают в Лиге конференции, будут намного ниже уровнем команд, которые выступают в Лиге Европы. И кажется, что у Тобола здесь появляются какие-то перспективы. Но опять же свежи в памяти провалы в Лиге Европы, когда мы вылетали от армянского Пьюника, от люксембургского Женеса. И я думаю, что Тобол по ходу сезона все-таки сделает ставку на чемпионат. И поэтому не стоит рассчитывать болельщикам Костанайского клуба на выход в групповой этап Еврокубка. Опять же, я буду рад ошибаться, но мое мнение такое, что Тобол в чемпионате будет бороться за медали, а в Еврокубках, как всегда, вылетит на ранних стадиях. Друзья, ну и на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте в курсе всех спортивных новостей.